добрый день с вами художественная школа империя пиктер и сегодня я покажу вам как нарисовать волка простым карандашом а если вас интересует данная тема то ниже внизу по ссылке в описании вы найдете курс о том как рисовать животных простым карандашом но мы начинаем берем простой карандаш и разбиваем наш сложный предмет волка на простые фигуры на простые формы это кружок и овал рисуем сначала кружок с правой стороны слева и чуть ниже рисуем овал горизонтальный после чего слегка соединяем их и кружочку прорисовываем ушки это и будет голова нашего волка после этого мы соединяем основной овал с большим уже более так скажем характерно прорисовываем грубо лапы волка простыми линиями то есть я прорисовала прям такими осевыми линиями после чего уже эту лапку мы делаем толще или можете воспринять эти линии как косточки а толщину как мышечную массу волка направление лапок у нас проставлена и начинаем все это прорисовывать задняя лапа у нас уже готова после этого мы переходим на вторую заднюю лапку и как раз таки в оси в этой осевой линии в центральной до центр лапки мы прорисовываем вокруг еще другую мышечную массу и получаем вторую лапку далее передняя лапа направление у нас есть точно также мы уже более конкретно более характерно прорисовываем и нашу переднюю лапку смотрим на нашу натуру которую вы видите внизу в углу и внимательно стараемся считать ее характер все аккуратно прорисовываем наблюдая за нашей натурой вообще рисовать с натуры это очень полезно даже если вы рисуете просто по моим урокам из моих картинок после этого мы уже начинаем прорисовывать ушки само направление ушей мы определили далее уже занимаемся детализацией после того как мы нарисовали ушки рисуем мордочку волка как у любого человека или животного существует осевая линия так и у волка существует та самая осевая линия рисуем осевую линию немножко под наклоном после чего с правой и с левой стороны делая симметрию прорисовываем уже носик и саму морду нашего волка от линий носа которые у нас идут вертикально вдоль осевой линии мы прорисовываем глаза с одной стороны с правой далее прорисовываем глаз с левой стороны глаза имеют такую миндалевидную форму немножко так скажем заостренные верху после чего мы прорисовываем полосочки на нашем полке ну что в принципе волк готов теперь нам необходимо начать его штриховать сейчас доделаем буквально хвостик и переходим к штриховки первая основная задача набрать тон так как волк у нас более темный чем ли из дачи белый лист бумаги нам необходимо проштриховать нашего волка в один такой тон вот я начинаю штриховать хвостика штрихую я по форме шерсти смотрите сразу как располагается шерсть удаляем лишние линии и начинаем заштриховывать нашего волка наша с вами задача шерстью или нашими штрихами шерсти показать форму то есть мы штрихуем не абы как не хаотично то есть а штрихуем именно по форме шерсти а вот тон мы набираем полностью то есть вот ушки нам нужно было сейчас набрать тон я взяла и просто заштриховала таким растушевочным штрихом там где у нас идут полосочки мы их проходим больше по форме то есть ну и сразу затемняем так постепенно мы двигаемся по всему нашему волку здесь мы набираем на спинке тон потому что там более темная часть проходим спинку проходим заднюю часть и сразу делаем такой рваный край обратите внимание я делаю такими штрихами сразу рваный край который как раз таки показывает именно шерсть нашего волка сначала потемнее далее немножко посветлее заштриховывая общим тоном ну а теперь наша с вами задача с левой стороны заштриховать нашего волка и двигаться слева направо я буду проходить полностью сразу в первом этапе заштриховывать свет и тень вот допустим лапка она у нас такая более светлая сверху потемнее всю лапку слегка проштриховываем набирает он а вот сверху немного сильнее затемняем дальше прорисовываем аккуратненько лапки здесь мы даже можно сказать просто обводим после этого рисуем шерсть на животике волка именно по форме как идет шерсть также и рисуем штришки то есть штрихи у нас идут вдоль шерсти точно также проходим тело сначала одними штрихами под углом а потом именно по форме самого волка сверху уже накладываем более темные штрихи именно по форме шерсти но вы видите на картинке куда идет шерсть то есть здесь не надо выдумывать а куда же пойдет наша шерсть смотрим на натуру и с нее срисовываем то есть определяем направление и стараемся то же самое сделать также от головы наша шерсть будет идти вниз сразу проходим тень свет тень свет и рисуем вот такими полосочками от тени к свету таким образом у нас сразу формируется объем волка и понимание его теней его текстуры теперь мы прорабатываем глазки носик вообще всегда глазки я оставляю уже туда ближе к концу поэтому собственно мы начинаем с тела с головы с ушей а потом уже приходим к нашим глазам после того как мы прошли волка мы начинаем затемнять уже более темные места здесь возможно вам потребуется карандаш уже более мягкий допустим b или 2b я работаю hb в принципе даже hb карандашом возможно все это сделать остается еще пару лапок проштриховываем их создаем объем немножко подчеркиваем край эти линии чуть-чуть растушевываем чтобы не было не была у нас такая обычная обводка добавляем чуть-чуть шерсти спускаемся к передней лапе дорисовываем когти ну и в принципе основная такая работа у нас с вами сделано теперь необходимо сделать детализацию во время детализации мы усиливаем самые темные места и прорисовываем более тщательно все части допустим лапы делаем перегородки между пальчиков более темные ну что практически завершили буквально пару полосочек на лапках немножко тона чуть-чуть усилим самые темные места проработаем полосочки доработаем нашего волка вы уже сами смотрите что вам необходимо подправить я усиливаю тени дорабатываю складочки чуть прохожу и усиливаю шерсть вот на голове посмотрите тоже мне захотелось сделать потемнее можно сказать наш волк готов если вам понравилось данное видео обязательно поставьте лайк не забудьте подписаться на наш канал но и пройдите по ссылкам внизу в описании посмотрите наши курсы и возможно вам захочется что-то еще интересное нарисовать ну я прощаюсь с вами до свидания друзья до новых встреч встретимся на других наших уроках рисуйте вместе с нами